Майя Даниловна, добрый вечер, это Юра Горожанин журнал Майя Даниловна, я не поздно вам звоню, не поздно, нормально вам звоню, но я не удержался, хотел утром позвонить, но читаю сейчас вашу, ваш крик души, я просто не удержался, я не сплю, я тоже подумал, что вы не спите. Да, 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 вы статью прочитали, сегодня вышло. Да, 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 я вот его перечитываю уже третий раз. Да, мне очень тяжело, я, во-первых, сильно болею, в общем. Давайте я к вам приеду, когда к вам приехать? Может, я не знаю, да у меня сейчас так, то уколы, то я в больнице, полдня, то капельницы. Я вообще вечером освобождаюсь, так. Во сколько? После беда. После трех часов, вот так. Пока все, попринимаю, так. Вот, блин. Вот такие дела, вот, ничего хорошего. Сама теперь и вон. Да, ну не плачьте, с чего вы плачете, не плачьте. Сына уже не вернуть, но я вижу у вас настроение боевое, у вас настроение, мне очень приятно, что у меня тоже очень боевое настроение по... Ну, их не пробьешь. Пробьем? Не пробьешь. Пробьем, мая, до него. Нет, методов нет, это надо выходить, как сказать, это не методы. У нас никто не допустит. Это должно быть через телевизор, через массовые вот эти вот, через прессу. Все ведь, все как было, так и осталось. Ничего ведь не меняется. Ничего. Беззаконие полнейшее. Моя Даниловна, ну я вам хочу сказать, я вот с этим Олегом Хостиным много общался. Ну, и что? Ну, я не сказал бы, что он имеет отношение к торговле. Мое личное мнение. Я что, говорю, что он торгует? Он прикрывает, он все знает, где торгует, что. Ну, это хвостин, как и хвостин, как все они. А что вы думаете, хвостин такой чистый, нет? Это вы так кажутся. У меня есть факты совершенно другие. И у меня никто не соврет, и никто не обманет. И потом у меня Олег, когда арестовывали, он мне сказал о нем. Раз. Ну, а то, что я знаю, по крайней мере, положительные характеристики я бы не дала. Уж только потому, что он подло поступил. Все, я о нем даже говорить не хочу. Хорошо, давайте говорить о том, о ком вы хотите говорить. Да, я слушаю, слушаю вас. Давайте говорить о том, о ком вы не будете против, я буду записывать это все разговор. Не, не надо мне это записывать, это ни к чему оно не даст. Я все, что я говорила, в статье есть, и я остаюсь при своем мнении. Но вы же рассказали все, все равно, что вы это публично все рассказали. Есть люди, которые есть, я же не говорю, что они люди, все плохие люди. Нет, но то, что они продажные, то, что они работают и грешуют, и то, что, как вел себя даже Коба, вот второго Сережка там есть, сидит. В 8 месяцев уже впервые суда до сих пор не было откладывают. Даже судья ушла на пенсию, потому что давят на нее, а не за что судить. Так что я не верю, я не верю ни в правительство, ни в государство. У нас полнейший беспредел во всем. Я получила 11 тысяч из ответа, я писала везде, вы сами знаете, да? И везде такое вороние, никто ничего не искал, не проверял, только журналистское немножко расследование, которое там, где можно было допустить. Потому что они же не допускали, это естественно и понятно. Так что я не верю в наше правовое государство, я не верю им. А они, я смотрю иногда критическую точку, и каждый раз милиция, 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 потому что там зверюги работают. Вот видите, как раз у нас такой телефон, что все слышно. Ну все, будьте здоровы. Алло. Да, слушаю, слушаю. Я не буду долго говорить. Тогда к вам приехать, Марина. Давайте, запишите мой телефон. У меня же есть где-то. Ну вы к нам не приедете на наше собрание, вам тяжело, да? Я же пока не могу приехать, но я болею. Куда мне уже развали не ехать? Они меня забрали все здоровье, все мою силу. Это корм стына потеряла. Я понимаю, что он больной, но он для меня он сын, и тем более любимый, дорогой. Никогда не обидел, никогда не оскорбил, никогда не унизил. В общем, да, он, наверное, о нем никто плохого никогда не скажет. Никто не скажет. А то, что милиция, так я знаю. Что вы думаете, я не знаю, что они выходят, они заходят, бедные, несчастные, эти наркоманы, а их уже милиция с этой ждет, потому что те, это я сама знаю, я могу вам деть. Родители, которые выручали, они звонят в милицию, они едут, 500-600 гривен им дают, чтобы они отпустили несчастного там этого дитяча. Потому что вот так они нажираются, я не говорю огольно обо всех, это кого я знаю конкретно. А то, что беспредел, это мы не изменим до тех пор, пока власть не изменит свое отношение. Об этом кричать, вон, в Одессе или где-то по камушкам вот эти цыганские дома надо разбирать, надо народ поднимать. А вот это вот общество, но я не то, что не верю, да. Если объединиться, надо выходить на мэра города, надо поднимать действительно. И я, что мы, я ходила и к цыганям, и тогда и фотографировалась, ну, никому же дела нет до этого, и там же менты сидели и ждали, что им дание вынесут. Что вы думаете, я это все не видела? Я видела, я врывалась, я ходила, я не тот человек, я боролась до последнего, только бессильно что-то изменить, потому что государство абсолютно это не выгодно. Одна ходили? Ходила в основном сама, и ходила там, где торгуют наркоманами, дают все наркоманами, пила им все, и с топором ходила, и все, да. И не боялись? Не боялась. Не боялась и не боюсь умирать-то один раз, что уже боятся. А откуда вы знали их адреса? А что я не следила, кто... А что адреса, если к там тычки ходят, десятки, и милиция придет, выходит с денежками, а как продавалось, так и продавалось. Я что, это не проходила? У меня тысячи свидетелей, такие же люди, как я. И не одна я ходила, и другие родители ходили. Каждый боролся за своего. И вместе. И все. Приехала милиция, через 15 минут выходят довольные и счастливые. Ой. Да, некоторые сняли. Были времена, которых поснимали, убрали. Да, я их сама знаю. Я все свидетель этому. Раньше как-то реагировали совершенно по-другому. Многих поубирали. А если таких же власти, как Хвостин, тогда, простите. Там, бороться уже не с кем. Я, это, ну, мать, ну, что я вам рассказываю? Вы, наверное, лучше меня знаете. Если вы хоть что-то приблизительно пережили, то что? Что я могу вам сказать? Удешительного ничего. Ну, поплачу, конечно, пострадаю. Не, ну, мне нравится ваша позиция боевая такая. Я со многими мамами общался, но вот таких вот боевых мам, я вам честно скажу, впервые вижу. Вы первая. Вот сегодня вышла статья, мне уже многие люди звонили, родители. Ну, вот я вам звоню. Пусть они мне звонят, отдавайте им телефон, кто не болен. Нас двое уже. Майя Даниловна, нас двое, как минимум двое с таким боевым настроем. Поверьте, у меня не менее боевой настрой. Настроя даже. Есть еще Саша Болтянский, с которым мы просто ходили и закрывали магазины курительных смесей в Николае. Да, понятно. Но это мало, конечно, трое на весь город. Это очень мало. Хотя бы мне... Я сейчас, ну, просто больной человек. Родители, которые вам... Пусть они мне звонят. Мне, Юрий Юрин, журнал «Горожанин», родители против наркотиков. У меня это все записано, у меня все. Движение. Я все-таки... Вот хочу всколыхнуть тоже. Да, чтобы всколыхнуть, надо статьи больше писать. Я, к сожалению, «Горожанин» не покупаю. Не вижу я этой газеты. Да не было у нас в «Горожанине» статей на эту тему. У меня как бы, слава богу, сын живой. Жилище надо, конечно, надо. Но для этого... Я вам скажу, что кого я знаю, родители, у кого дети погибли. И таких достаточно богатых родителей, известных в Николаеве. Никто не хочет об этом. Не то, что кричать, а говорить даже не хотят. Публично. Не хотят. Я знаю начальника милиции. Шередека бывшей. И меньше, и старше. Я не знаю, жив. По-моему, они еще живы. Шередека? У него дети наркоманы? Были, конечно. Может быть, сейчас. Но я не верю, чтобы они излечились. Шереденко, но он когда-то же был. И старше, и меньше. Ну, я знаю его Шередеку. Ну, так были. И они ж... Ну, боролись. Да, они им бизнес купили. Все. А старшая с Григорьевым жила Царство Ему Небесное. И все продолжалось. Хоть они богатые. Все они... Я знаю, что ж там в селе купили этот дом. И как бы переехали. Да, они снабжают деньгами. Только от того, что откупали здоровье. Могут лечить. И все. Господи. А вот видите, у нас вот цыганок. Это следователь. В прокуратуре, сейчас я не знаю, где она. Тоже дочка умерла, такое творила. Так что я тысячу людей здесь рядом. Ну, а направляйте ко мне их всех. У нас каждый четвертый, каждый пятый уже умер. Поумирали дети. Направляйте, которые еще живы. Ну, вот, понимаете, это очень сложно к вам прислать. Они ж... Это ж такие люди, знаете, стараются. Да вот тоже. Это самое главное. Скрыть, да. А что скрывать, когда уже... Что скрывать? Тогда поздно уже, да. Это самая главная наша проблема, то, что мы это скрываем. Да, да. Когда, ну, понимаете как, это ж... Люди тоже и боятся. Боятся и власти боятся. Всех боятся. Народ-то у нас какой. Ну, хорошо. Давайте на ночь не будем окрасно. Ну, я вас хочу поздравить. Да. Ой, а с чем вас поздравить? С днем 7 ноября приближающих. Да, да. Спасибо. Можно я вас поздравить? Да, будьте здоровы, да. Звоните мне, если вам вот хочется с кем... Ну, просто поговорить. Понятно. Звоните, я понимаю ваше горе, вы потеряли... Потеряли сына, я вас очень понимаю. Да, до свидания. До свидания.